У нас, Ольга, к сожалению, сложилось мировоззрение, вот я считаю, главная наша беда, нашей политики всей, что мы после Второй мировой войны стали жить в новом каком-то мире, где ядерное оружие отменяет войны. Как видим, ничего оно не отменяет. Даже я не ожидал, что российские источники, правительственные, пропагандистские, будут рисовать такие мрачные прогнозы для российского государства. То есть, что имеется в виду, когда они думали, что ядерное оружие избавит их от войны? Человек-матрас, он же профессор-матрас, на самом-то деле раскрывает тайну российского характера и вообще внешней политики Владимира Путина. Как вы понимаете, политика, как, собственно, и их президент. В их понимании отсутствие войн имеется в виду, что войны будут, но не на российской территории. А теперь кардинально все изменилось. И этот тренд о том, что прилетать будет в Россию сильнее, больше, глубже, ну, в общем, все, как они хотели сделать нами, он неостановим. Об этом говорят и пропагандисты, об этом говорят и в интернете. Единственное, что Путин делает вид, что его нет, что он умер. Но мы-то знаем, что он продолжает рулить российским государством, но его понемножечку начинают сдавать самые близкие. Дело в том, что, вот почему НАТО не вмешивалась? Потому что за НАТО отвечала Маша Захарова. Она делала все, чтобы ничего с американскими военными базами по всему миру не происходило. И вот она передумала. Они даже, может быть, выезжая с территории Соединенных Штатов Америки, но в отношении американских же баз употребляют это вооружение. Раньше я о них заботилась. Теперь, честно говоря, о них заботиться я не собираюсь. Я не знаю, как американские базы и обитатели этих баз переживут этот факт, что Захарова теперь о них не заботится. Бросила их на произволящее. Кинула кошка котят, пусть гуляют как хотят. Но раз так, тогда, а, подписывайтесь на мой YouTube канал, называем здесь вещи своими именами. А второе, самое главное, никаких ограничений на российской территории нет и быть не может. Значит, вот эта вот база торопец, ракеты, бомбы, все это взлетело, еще не потушили, еще детонируют. Но там, даже по этому поводу, истерика такого уровня. Оказывается, я, честно говоря, сам не знал, что ждуны есть даже в Тверской области. Вы представляете, как они хотят вздернуть Владимира Путина? Ну и Машу, конечно, на той же веревке, если такие настроения. Все равно ждуны есть, они сидят сзади, они сдают позиции нашей передвижения и все остальное. Раз Захарова не бережет американские военные базы, значит, и Белый дом не бережет российские военные базы. Вообще, там такой, знаете, шапоток идет по российским, ну, в частности, московским гостинам, что в торопец вообще-то прилетели ракеты западного производства. Те самые ракеты, о которых так сильно, так решительно предупреждал Владимир Путин. Мол, делать не надо так, потому что мы как ухнем. Но на Западе, опять же, это информация с московских гостиниц. Пришли к выводу, собственно, ну, мы об этом постоянно говорим, что не надо делать никаких анонсов. Нужно просто уничтожить российские военные объекты, раздать медали секретными указами и промолчать. И результат какой? В информационном пространстве они мечутся, они не знают, что делать. Профессор Чемодан, простите, матраса, рисует и мрачные прогнозы. И об этом мы поговорим во второй части этого видео. Это полный разрыв Путина. А там, в московских гостиных, теперь появились новые фобии. Они теперь боятся? Боятся мобильных телефонов, пейджеров и другого заморского оборудования. В связи с тем, что своего оборудования у них нет, то представляете, на какой измене там находится вся эта агит-пропагандистская бригада. Им там грустно. Они скоро даже перестанут ходить в московские гостиные. Потому что, потому что будут с***. Генерала Гурулева подслушивать не имеет смысла. Потому что военную тайну он выболтал очень и очень давно. Он неоднократно заявлял о том, что западные страны воевать не хотят. Потому что у них и так нормальная жизнь. Но если россияне в этих условиях воюют, значит, президентство Владимира Путина от этих 25 лет нон-стоп привели Рашку к уровню ниже Плинтуса. И поэтому в некотором роде они пока такие агрессивные. Хотя вот в Торопце там солдатики срочной службы были. Они уже никуда не торопятся. Знаете, там порвало здание просто на маленькие-маленькие камушки-кусочки. И вот это вот Кашеварова, которая рассказала, ой, погибшие, погибшие. Сегодня написала, мы проверили после того, как камушки пособирали. И выяснилось, что никто не погиб. Но мы же знаем, что она врет. Ну, просто врет. Слушайте, если детонировало на уровне землетрясения в три балла, и никто не погиб. Ну, ладно. Мы не будем считать российских солдат. Мы будем делать так, чтобы от них вообще ничего не осталось. ни памяти, ни следа, ни белой лады. Но страх пейджеров, он просто запредельный. Значит, любитель новой техники от компании Apple, он вообще как-то загрустил. Во-первых, есть мнение, что то, что произошло в Ливане, теперь произойдет в московских гостиных. Да, у нас неравнодушные граждане. Много закупают для фронта. В частности, средства связи. Сами шьют. Сами шьют, да. Но сейчас немножко о другом. Вот средства связи закупают. А как они приходят на фронт? Мы хорошо знаем, что с украинцами во все работает некто Невзвин, который прекрасно интегрирован в политическую элиту Израиля. Как вы считаете, вот эта технология, которую мы увидели сейчас, взрывов в Ливане, через сколько минут пришла в голову украинским спецслужбам, и они запросили того же Невзлина, чтобы понять, а можно ли таким же образом в Россию внедрить? В данном случае Невзлина приплетать не надо. Дело в том, что Израиль занимает особую позицию, но, тем не менее, это наш союзник. Это государство, которое приезжает на Рамштайн. И да, они, в отличие от многих представителей европейских государств, например, как Германия, она нам сегодня выдала очень щедрый пакет военной помощи, наши израильские друзья, они с точки зрения ведения войны поступают правильно. Они никогда никому ничего не анонсируют. Теперь занимаются тем, что живут, собирая с доверчивых граждан деньги на помощь фронту. И вот привезут они по ставочку какой-нибудь очередной набор радиостанций, помогут установить связь. Планшеты. Планшеты, все что угодно. С какого момента они начнут взрываться? С какого момента? Кто их проверяет? Есть у нас службы, которые ты можешь взять и проверить? Да у нас сейчас, даже на фронт, я беседую с ребятами, к ним приходят беспилотники разные. Самые разные, в ПИИ и так далее. А качество, извините, по-разному бывает. Вежливо говоря. Может, спешат. А может, военприемки нет. Вы чувствуете, тренды, темы, которые сейчас обсуждаются там, они как-то стали очень далеки, не только от парада в Киеве, но в целом, понимаете, выясняется, что Донбасс и даже Крым в России нужны только, ну, прежде всего, Владимиру Путину, его вот этим ртам, но как-то они уже транслируют вот этот вот тезис, что нам все это не надо. И вообще, нравится, не нравится, Россия уменьшается. Этот тезис реально начал звучать в эфирах российского телевидения. То есть, я вот, когда это слушаю, я все-таки всю жизнь проработал в информационном агентстве, и, кстати, да, новости вылавливаю очень четко. То, что говорит профессор Матрас, но это же апокалиптический прогноз для российского государства. И чтобы его ускорить, давайте продолжим наш сбор для 104-й бригады. Там практически, ну, не вся сумма, но очень много собрано. Вот их шеврон, это 104-я крымовая бригада, ТРО, Серафимы, 50 FPV-дронов. Много мы собрали, много я перекинул с PayPal. Еще, кстати, не все, но сбор двигается. А для чего он двигается? Чтобы мы сделали так, чтобы там, в этих московских гостиных, где уже боятся пейджеров, наконец-то поняли, что чужое брать нельзя. Потому что, если ты ныряешь в историю, ой-ой-ой, все как нырнут в историю, вас будут рвать, как тузик газету. И ядерная бомба, как мы уже выяснили, вам не поможет. А может быть, скорее всего, даже навредит. Как это произошло в Тарапце. Послушайте, как на всю Россию восхищаются гениальной политикой Владимира Путина. Финны открыто говорят. Видите, как у них реваншистские идеи идут. Они никогда не забывали, что часть территорий были финскими, что когда-то наша печенга была финской пиццама, что мы лишили их выхода, как они считают, в Северный Ледовитый океан. То есть финны говорят открыто о возможности взять реванш за счет комбинации военных и дипломатических средств. А чем интересна нам Финляндия? Тем, что это государство помогает нам оружием. Да, они не играют в эту игру. В глубин нельзя. По полной можно рубить парашки. А еще это государство после полномасштабного вторжения России сделало что? Вступило в НАТО. Все, как хотел Путин, но только наоборот. То есть эту идею они никогда не забывали. То, что они нам улыбались в советские времена, как у нас мы говорили, ах, финны, дружественный, нейтральный народ. Они просто делали вид. Они ждали, когда изменится баланс сил. Почему улыбались финны? Потому что они вежливые, воспитанные люди. Они увидели профессора Матраса и сразу улыбнулись. А что шведы? Ой, а шведы тоже были нейтральными и тоже вступили в НАТО. Дальше Швеция. Я вспоминаю лет 15 назад, 2009 год. Какая у них была истерика вокруг двухсотлетия Полтавской. И это событие сломало нашу шведскую историю. С этого момента мы постоянно находимся под угрозой со стороны России. У нас смеялись. Неужели помнят? Неужели помнят? Помнят. И готовятся к реваншу, к историческому. Вот это то есть. Для чего это все делается-то? Для чего это поощралось Швеции? Чтобы воспитать нацию, готовую к идее реванша. И они это, в общем-то, продолжают. На примере Украины мы видим, как легко страна может превратиться в опасное националистическое государство. Профессор Матрас рисует очень классный сценарий. Он причисляет страны, народы, которые с большим удовольствием будут не только возмущаться и копить злобу, они будут готовы нажимать на спусковой крючок. И нужно оттелеграфировать срочно в Генеральный штаб Российской Федерации. П***ки! Спасайте свои несчастные Ту-95 из базы Оленья. Потому что если финны выйдут на тропу войны, а профессор Матрас врать не будет, то эта территория вам уже принадлежать не будет. Смотрите, как оно все задвигалось. А ведь до полномасштабного вторжения никто так вопрос не ставил в России. Почему они его не ставили? Потому что и финны, и шведы, и украинцы жили своей жизнью. Мы, конечно, никогда не забывали про Крым. Это правда. Ну, войны никто не хотел. Но тут появились люди с нацистскими взглядами и самое важное, с нацистскими действиями, которые многим не оставили просто выбора. или мы их делаем снова маленькими, или они принесут нам еще больше горя. Что мы видим на примере Швеции и Финляндии. Поэтому главный будущий удар, скажем так, опасный для нас ударный кулак, Запад только формирует на Балтийском море. И мы должны это очень хорошо понимать, что для них Украина – это только репетиция будущего конфликта на Балтике. Что касается нашего потенциального ответа на их потенциальную же агрессию, то информационное агентство «Рейперс» сообщает о том, что Путин пока не готов нанести ядерный удар, но готов в целом провести первые ядерные учения. Почему у Оли такое грустное лицо? Дело в том, что всем наплевать, извините за прямоту насрать, что себе там думает Путин. Потому что он там тянется к ядерной бомбе, а склады и арсеналы с ракетным вооружением взлетают в воздух. Кстати, а как вы думаете, они примерно по такому же принципу охраняют свое ядерное оружие? Нет, нет, нет. Этих дикарей ядерного оружия нужно лишить. Прямо сегодня. Профессор. А я думаю, Ольга, на Западе сейчас, на Западе я имею в виду США и Британию, а, например, не Италию, естественно, рассматривается два варианта, что делать, собственно, дальше с украинским конфликтом. Вариант первый. Это создание такой вечной войны на истощение, ну, как минимум нам на ближайшие пять-семь лет, чтобы она постепенно тлела и тлела. Запад будет подбрасывать старое оружие, заодно, кстати, освобождать свои собственные арсеналы, для того, чтобы проводить перезакладку своего военно-промышленного комплекса. А постепенно будет такое вяло текущее состояние, ну, примерно, если сравнить, как в большом масштабе чеченский конфликт 95-го года. Напомню, что Украина не Чечня, у Чкерии не было Рамштайна, не было союзников, и никто ей так не помогал. И там вообще другая история, но смысл тут в другом. Параллели-то какие? Вы чувствуете, победа Рашки, она вообще не просматривается, ни в каком ключе. Как иронично, что Путин пришел на чеченских войнах, и на войне он умрет. Ну, только сначала подавится, точнее, это уже произошло украинским Крымом, ну, а дальше чеченцы, они просто все вспомнят, и, нет, валбересом там не закончится. Все мы с категориями контроля над территорией. Как если бы, секунду, извините, перебиваю, как если бы они провоцировали нас на то, чтобы мы наконец-то уже уничтожили этот центр этого Киева, а потом уничтожили что-то в Варшаве, а потом что-то в Европейском Союзе, лишь бы только не долетало до них. Тут запятая, Ольга, такая, они не верят в то, что мы уже это уничтожим. Они считают, они считают, что они нам так демонстрируют нашу слабость. Вот, и что вы сделаете? Да ничего. Вот какие вы слабые. Вот это их стратегия. Но ночью с этой темы съехали. Что? Ночью с дальнобойного оружия съехали. Пока да. Не съехали, а переехали. Причем переехали непосредственно в торопец. Но демонстрация слабости. Ой-ой-ой. А тут еще страх в московских гостиных пейджеров. Казалось бы, маленький приборчик гудит, а может оторвать голову. Ну, человеку матрасу, конечно, не оторвет, но... Они будут пытаться протягивать эту концепцию и хотят они сделать, в общем-то, такой вариант. Прекратить военные действия по линии фронта, но никаких ограничений на вооруженных сил Украины. Нам дадут конфетку в виде безблокового статуса Украины, но при этом дадут ей статус партнера НАТО, например, ключ вне Альянса. После этого они спокойно будут накачивать ее оружием, деньгами и всячески поощрять там реваншистскую идеологию. Но Путин хотел другого. Такое впечатление, что царя еще не выкинули из окна кремлевского кабинета, а вот какие-то ветры начали меняться. Но они же, извините, вытирают об мечту царя ноги. И делают это абсолютно открыто. Под лозунгом «Мы отстояли нашу Украину, а земли вернем». Вот такое мы получим государство, которое они будут готовы бросить в бой в решительный момент, когда чуть-чуть подрастет новое поколение. А ветераны уж ему расскажут и про то, что они отбили Купинск в 22-м, и про то, что они взяли Красный Лиман. То есть представим себе, что это будет. И о том, что взяли Курскую область в 24-м. Ну и вообще война еще не закончилась, и вполне возможно, она закончится. Эта война как раз восстановлением территориальной целостности Украины. Все сложно, но все реально. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. То, что мы слышим там с болот, это дребезжание. И самое главное, они сомневаются в своем этом с***е. До зустречи. Продолжение следует...